Сегодня подводим итоги после майских заморозков. Покажу, что происходит на наших участках. Покажу, как сработали наши укрытия, что сработало, что не сработало. Ну, в принципе, обсудим с вами различные типы укрытий. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию и виноградарь по призванию. С нами все это понятно и доступно. Итак, исходные данные. Кто-то нас смотрит в первый раз. У нас два участка, находятся они в Дзержинском районе Минской области. Расстояние между этими участками порядка 30 километров. Первый участок это дачный. Здесь находится наш старый виноградник. Здесь шесть соток. Вокруг лес и рядом молотый. Здесь морозы всегда синие. Второй участок деревенский. Там все гораздо лучше. Там горочка, там солнечное место. И там морозы всегда меньше. Вот смотрите сравнение. Грецкий орех на одном участке и на втором. На одном, что мы видим? Мелкие повреждения. Всего лишь, да, там несколько листочков прихватило. А второй, мы видим, да, он гораздо выше. Он гораздо больше. Он гораздо крупнее. И здесь померзло абсолютно все, вообще все. Вот еще девичий виноград на соседском заборе. Ну, вот там. Где это вот немножечко уцелело. Это же, ну, высота полтора метра. Вот. Какие-то единичные уцелели. Но в прошлое свое. Вот все черное. То есть, если мы не знаем конкретной температуры, хотя в данном случае мы немножко знаем, да, то мы можем судить еще по другим растениям, по повреждениям. То есть, когда мы говорим с вами о том, что какое-то укрытие сработало или не сработало, нам надо понимать, что вообще было. Ну, конечно, как я сказала, да, идеально. Чтобы у нас какие-то были измерительные приборы. Либо в какой-то момент хотя бы мы приблизительно знали, какой мороз был. Но если мы не знаем, то можно смотреть по повреждениям. Вот я вам показала наглядно разницу между двумя участками. Ну, теперь переносимся на деревенский участок и смотрим, как мы накрывали там, что происходит там. Итак, первый вариант. Это наши одеялки синтетического. Владимир много раз про них рассказывал. По факту это прошитый синтепон. Просто вешается на вторую проволоку. Виноград подвязан на первую. Как белье. Вот таким образом. Здесь укрытие касается прибега в тени. Имеет хороший защитный эффект. Заглядываем, видим, все зелененькое и красивое. За счет чего укрытие очень воздушное. Это прошитый синтепон. Там большая воздушная прослойка. За счет этого оно достаточно хорошо работает. Разумеется, до определенных температур. Все остальное у нас укрыто дарнитом. Дарнит, если я не ошибаюсь, плотность 250. Дарнит, геостекстиль, это, в общем-то, одно и то же. Вот такие у нас получились шалашики. Это просто обернутый материал вокруг шпалеры. Сверху закреплен степлером. Снизу никаких кирпичей, вообще ничего. На такие объемы, если еще и кирпичи таскать, то это просто нереально. Тем не менее, получается вот такое неплохое объемное укрытие. Домиком располагается. Достаточно легко обходить все раскосы, столбики. Видите, по верху скреплено степлером. Пробовали мы изначально скреплять канцелярскими зажимами, прищепками. Ну, это ничего не держит. Здесь очень длинная шпалера. Здесь по 20 метров. Это огромная парусность при большом ветре. Это все раздувает. Даже пробовали сначала обычный степлер канцелярский. Тоже в некоторых местах укрытие разлеталось. Купили хороший степлер, хорошие скобы. И таким образом закрепили. Да, может быть, сложновато потом снимать. Но это того стоит. Это очень быстрый монтаж, что для нас крайне важно. Весь этот участок, а здесь 16 рядов, муж накрыл примерно за 3,5 часа один. В то время, как я маленький участок накрывала, ну, больше, чем поля. То есть, понимаете, что время в нашем случае очень важно. Что еще важно при таком укрытии? Опять же, вот для Дорнита, чтобы побеги не касались укрытия. Ну, видно даже на кадрах, да, что кое-где касается. И было у нас в одном месте небольшое подмерзание. Ну, а вот в другом месте даже снаружи видно, что побеги касаются укрытия. Тем не менее, заглядывая внутрь, там все замечательно, все в порядке. Побеги зеленые. Ну, конечно, это зависит от температуры. И надо сказать, что в полной мере мы это укрытие в этом сезоне не испытали. Мы его только сейчас приобрели для весны. Пользуемся им первый раз. То есть, диапазон его использования мы пока не поняли. Потому что этот участок, повторю еще раз, он у нас более теплый. Поэтому пока что сложно судить о результативности тем не менее. Вот то, что касается побегов, где-то укрытия. Ну, мы готовы с этим мириться. Что что-то мы потеряем, мы всегда оставляем большой запас плодовых стрелок. Так что, ну, меньше проламывать будет. Мы на эти потери готовы. И еще раз возвращаясь к нашим любимым одеялкам. Здесь уже участок с молодыми лозами. Видите, укрыты они фрагментарно. Тем не менее, даже через раздувающиеся укрытия видно, что там зеленые побеги. Ну, вот это наш дачный участок. Здесь у нас в ночь седьмого на восьмое. В районе пяти утра было минус пять. Подруга выгуливала собаку, поэтому она это замеряла. Утром я тоже показывала, что был везде иней. То есть здесь было достаточно холодно. Вот у подруги рядом даже голубику по верхам тоже прихватило морозом. Хотя раньше у нас голубику никогда не прихватывало. И что мы делали здесь? Здесь укрывала вот я нашими любимыми одеялками. Единственное, что мы поменяли схему укрытия. Раньше мы просто как белье вешали на каждую проволочку. Сейчас сделали вот такими домиками, чтобы был больше захват земли под укрытием. Причем, вот я только сверху закрепляла, то есть снизу никаких крепежей, никаких кирпичей, скобок, вообще ничего. Плюсы такого укрытия. Это укрытие надежное. Если такое укрытие касается побегов, то в принципе до определенной температуры не страшно. До минус четырех это не страшно. Даже то, что мы вешали как белье, оно прекрасно себя показывало на протяжении многих лет. Единственное, что в прошлом году у нас были локальные повреждения. Да, где-то под укрытием таким вымерзло. В остальном как бы все было идеально. Но есть минусы. Первое, такое укрытие делать долго. Если в прошлом году я укрываю вот этот же участок, просто вешаю на проволоке, потратила два с половиной часа на укрытие, то в этом году вот так вот все формируя, я потратила почти день. Вообще, чтобы укрыть все, конечно, там и со спонбондами, но все равно времени уходит гораздо больше. Все-таки укрытие раздувает. То есть надо еще более надежные крепежи. Я крепила проволочками, мне советовали крепить канцелярскими скобами. Они, конечно, замечательные, но, ребята, на наши объемы этих скоб надо столько, что разоримся на них скобах. То есть есть у нас эти канцелярские зажимы. Тут уже малышня прошла, кое-что поснимала. Они есть, брали небольшие, потому что все равно брали много. И надо брать их еще больше по размеру, но повторю еще раз, это очень дорого на наш объем. То есть, конечно, если делать такое укрытие несколько заранее, то можно и к земле пришпилить. Оно не так будет раздуваться. Но все равно определенные минусы есть. Ну и самый, скажем так, главный минус сейчас этого укрытия уже не купить. Я тоже об этом говорила. Раньше его производила Брестская фабрика, которая куртки шьет. Это отходы производства. Называется оно тоже часто спрашивают синтетический ботин. По факту это прошитый синтепон. Мы его просто резали на кусочки. Делали такие одеялки. В теории, наверное, рулоном можно было бы обернуть. Но мы это делали для зимнего укрытия изначально, а не для весеннего. Поэтому резали, чтобы удобно было обходить все вот эти вот столбики и прочее, и прочее. Наверное, рулоном можно было бы попробовать развернуть. Было бы быстрее. Но фабрика, значит, работает только с юридическими лицами. Тот ИПшник, у которого мы раньше все это покупали, сейчас он с этой фабрикой работать не хочет. Там у них какие-то проблемы. Там какие-то проблемы на самой фабрике. И есть в других местах, но уже там цена на это укрытие очень большая. Поэтому пока что работать с ним больше не предоставляется возможности. Вот какое оно есть, такое оно есть. Укрытие хорошее, надежное. Вот в самое солнце можно сейчас открывать зеленые побеги. И ничего страшного с ним не случится. Это опробовано. Кроме того, много лет подряд так получалось, что мы открывали виноград поздно. Лозы лежали на земле под таким укрытием. И тоже прекрасно переносили даже большие морозы. Абсолютную цифру не скажу. Но скажу, что в тот год, когда у нас погибли практически все плодовые деревья на участке, из-за весенних морозов, и не только, кстати, у нас, виноград не пострадал вообще, лежа на земле. Ну, тогда была такая возможность виноград держать на земле под зимним укрытием. Сейчас такой возможности нет. Открывать большими побегами это сложно, это долго. Опять же, мы говорим про наш опыт, про наши объемы. Когда у вас там 2-3 куста, то многие вещи становятся более реальными. С нашими объемами это просто не прокатывает. Ну, вот заглядываем с вами внутрь такого укрытия. Я уже показывала здесь. Один побег был открыт, он подмерз. Все остальное, вот там, на протяжении всего этого тоннельчика, все зелененькое. Заглядываем сюда, где раздуло укрытие, да, и тоже видим, что все здесь хорошо. Даже специально больше открываю, потому что есть ощущение, как будто подмерзшение. Здесь все зелененькое. Опять же, были вопросы по поводу укрытия. Почему бы не спустили лозы на землю? Вот как такие лозы? Подвязанное на землю опустить. Ну, ранняя весна теплая, она спровоцировала сильный рост. Это же не самые большие побеги. Вот как их спустить на землю? При том, что мы используем усиленное плодовое звено, мы оставляем в побегах много, и их спустить на землю, но это твой зон так будешь спускать. Да, это не хоро, что все спустишь, уже все поморозит к тому времени. И, опять же, надо понимать, что морозы в разных регионах приходят в разное время, как раз таки, когда вегетация уже идет вовсю, и нам надо продумывать вот такие объемные укрытия, когда мы можем укрыть вот такие уже большие побеги и защитить их от мороза. Потому что на земле, когда лежит, проблем особо с защитой нету, по крайней мере, меньше. Так, про одеялки поговорили. Идем смотреть другой тип укрытий. Там, где одеялок не хватило, я укрывала спонбондом. И вот здесь, возле дома, я укрывала спонбондом, банально по той причине простой, что укрыть спонбондом у дома гораздо проще, чем одеялками. Мебельным стеклером к дому через упаковочную ленту. Все прекрасно крепится, хорошо держится, крепится вообще очень быстро, очень удобно и, в принципе, в таком состоянии, опять же, можно оставлять на достаточно долго. Но здесь я максимально, сколько могла по ширине столько растягивала. Спонбонд самый тонкий, 17-ка. Я потом на упаковке по маркировкам посмотрела, 17-ка в два слоя. Смотрите здесь, я вот эту самую 17-ку крепила в два уровня. Первый через вторую проволоку. Второй через третью, чтобы была воздушная подушка между ними. И по-хорошему, надо было бы еще по бокам второй слой, чем больше растянуть. Но у меня уже просто не было сил на это. Ну, смотрите, захват земли, опять же, здесь около метра. И что еще? Спонбонд тонкий. Я уже показывала, вот там везде емкости с водой. Примерно через метр, ну, здесь чуть больше. Эти емкости расставлены. Вода, аккумулятор тепла. И она может нам очень сильно помочь. Особенно, когда у нас не хватает укрытия, когда у нас тонкие укрытия. Вода может загладить перепад температур. Ну, смотрите, результат. Значит, первую ночь, правда, вот с этой стороны, вот эти спонбонды, они лежали друг на друге. Потому что нижний, он меньше по размеру, верхний больше. А когда я их накрывала, было наоборот. Поэтому они лежали друг на друге. И видим, что здесь все зеленое. На вторую ночь я поменяла. Да, и вот торец, он как был, вот такой, так он и был. Но у нас все зеленое. Вот здесь у нас тоже спонбонд. Уже поплотнее. Наверное, сроковочка. Через третью проволоку натяну. Но я вам скажу честно, что спонбонд надо тянуть не выше, а шире. Вот это вот на родительском участке у меня была ошибка. Хватило ширины, я натянула повыше. Нет, не надо выше, еще раз говорю. Надо шире, потому что спонбонд сохраняет тепло от земли. Ну и здесь то же самое. Здесь было много внутри воды. Вот тут и двадцатка. Вон, видим, да? Смотрите, ни одного поврежденного побега. У нас все абсолютно целенькое. Ну, смотрите, конечно же, идеальный вариант, чтобы укрытие не касалось побегов. Ну, вот в данном случае оно касается. Тем не менее, может за счет того, что оно двойное, за счет пристенка, за счет большого объема, да, я уже показывала, что здесь все целенькое и зелененькое. Ну, теперь подводим с вами итоги. В последние годы морозы у нас приходят все позже, а весна, бывает, приходит раньше. В этом году, 1 апреля, у нас уже начинали распускаться почки, да? А мороз пришел на 9 мая, там, 7, 8, 9, да? В некоторых частях страны, там, 12, 13 еще были заморозки. То есть держать на земле и под зимним укрытием виноградную лозу уже не предоставляется возможным. И нам надо продумывать, какие это объемные укрытия. Ну, в принципе, по объемным укрытиям я вам показала, да? Что работает, ну, дарник, мы пока что не до конца испытали. Одеялки наши, конечно, работают. Но я сказала, что большой их минус, да? Это все это... Собрать это долго. Касательно спонбонда. Спонбон тоже работает, но там есть нюансы. Смотрите еще, какие есть важные моменты для объемных укрытий. Определенная инфраструктура. Я когда накрывала все, то я говорила о том, что доплоскосная шпалера, она в этом большой помощник. Потому что уже вот эта самая инфраструктура есть. Нам надо только накинуть укрытие, да? И растянуть его пошире. Здесь, ну, реально можно было бы еще пошире сделать. Тем более, вот две проволоки, да? Я показывала пирожок. На второй, на первую у нас подвязаны лозы. Через вторую, через третью. Вот спонбон шириной 3,2 более чем позволяет это сделать. Мы получаем хорошую воздушную прослугу. И при этом нам не надо делать что-то дополнительное, искать какие-то дуги, да? Что-то такое дополнительно городить. У нас уже все есть. Причем, смотрите, опять же, чтобы укрытие не касалось побегов, это тоже можно все предусмотреть в конструкции. У нас шпалера, ну, вот она чуть-чуть расширяется кверху, но не сильно. Если же мы даже можем, например, заузить первую проволоку, вот по такой ширине пустить, а вторую через там сантиметров 7, все, мы получаем, у нас же укрытие идет через вторую проволоку, мы получаем нужный нам домик, и у нас уже касаний будет гораздо меньше. Это можно предусмотреть. Тоже, когда укрывал, показывал, вот здесь у нас проволока немножко чаще натянута, на другой шпалере чуть реже. И опять же, если мы понимаем, что для объемного укрытия нам основной проволоки не хватает, можно по центру натянуть дополнительную, которая тоже поможет нам создать вот это самое объемное укрытие шалашиком. Еще обращаю ваше внимание на такой момент, вот это проволочки, которыми мы привязываем побеги. Вещь очень удобная, практичная, да, они тут почти 10 лет уже болтаются. Ну, подвязывать быстро, да, вот когда-то мы их навязали. Но сейчас, опять же, при создании объемного укрытия это большой минус. Потому что, ну, дарнит, наверное, бы сильно не цеплялся, потому что он жесткий, а так спонбон цепляется, спонбон трубился на этих местах, одеялки наши, они тоже цепляются, и это неудобно. Ну, тут, как говорится, надо искать компромисс, да, или то, или другое. Вот, еще смотрите, при укрытии спонбон на вопрос стыков. Конечно, можно как-то пробовать в краю делать какие-то застежки, но самое простое, вот, ставить, то, что тут маловато, сантиметров 10-15. То есть, запаса с каждой стороны, вот, если надо что-то обойти, все, тогда оно легко закрывается. Прищепочками даже нужно вот в напуск. Ну, все. Так, реально, проще и быстрее. Дальше, касательно крепления объемного укрытия к земле. Я вот показывала, опять же, дарнит жесткий, мы ничем не крепили, одеялки тоже мы ничем не крепили. Ну, есть нюансы, да, если нам надо надолго уезжать, то оно раздувает ветром, то есть надо что-то с этим делать, придумывать. Ну, самое простое, но непростое. Да, камни, кирпичи. На самом деле, потаскать их, ну, конечно, если бы у нас была вот такая одна шпалера, да, сколько тут, метров 6. Ну, ничего страшного, ну, даже две таких шпалера. Когда их становится больше, то, ну, такое себе удовольствие. Во-первых, где-то надо их найти, пособирать, да, а во-вторых, положить туда-сюда тоже достаточно тяжело. Вот для понимания у нас всего где-то полкилометра шпалер. Уложить надо кирпичики с двух сторон. Если через метр, посчитайте, сколько надо кирпичей, и посчитайте, сколько ручкам надо туда-сюда поднять вес. Да, обалденно тяжело на самом деле. Поэтому для малых объемов хорошо, для больших не очень. Как можно упростить? Конечно, в большом объеме это сделать сложно, но в маленьком тоже кирпичи таскать не обязательно. Смотрите, у нас часть шпалера огорожена вот такими бортиками. Это вообще остатки металлической кровли. Мы это делаем для чего? Да, чтобы траву под кустами не косить. Траву скосили, туда закинули, все. Устанавливается, ну, чуть-чуть вглубь земли, только чтобы она держалась. А теперь представьте, что если вот такое ограждение сделать под предполагаемую в дальнейшем ширину объемного укрытия и сделать из досок, ну, либо, например, потом набить сверху, там, прикрутить, неважно, деревянный брусок, то закреплять укрытие можно вот таким образом. Степлер. И, чтобы оно не рвалось, упаковочная лента. Теперь, когда мне надо будет вот это оторвать, я очень, ну, конечно, надо будет приложить усилия, да, но сделать это будет достаточно легко. Укрытие при этом практически не повреждается. Опять же, это быстро и удобно, если заранее чуть-чуть подготовиться. И смотрите, эффективность объемного укрытия, конечно же, зависит от того, как вы его организовали. Я уже сказала, что чем шире к земле вы его положите, тем лучше, да, чтобы, ну, по возможности оно не касалось побегов. Ну, сама плотность укрытия тоже будет влиять. Будет влиять длительность мороза. Раз. И то, ну, насколько низкая температура была. То есть может быть минус 5, ну, там буквально полчасика, да, может быть минус 3 всю ночь, и тогда может повредить и минус 3. К сожалению, вот последние весны у нас морозы приходят именно такие, которые держатся всю ночь. Ну, кроме того, многослойные укрытия тоже я вам показала. То есть многослойные укрытия хорошо, когда между ними есть прослойка воздуха, да, может быть не такая большая, как у меня. Но если просто укладывать укрытие, ну, одно на другое, эффективность будет меньше. Принцип стеклопакета, да, если мы два стеклышка рядом составим, поставим в окно, эффективность будет не такая, чем если мы дадим воздушную прослойку. Ну, и, конечно, давайте обсудим другие методы защиты. Опять же, если, например, укрытие достаточно тонкое, вот многие писали, ставить свечи. Это замечательно, это классно, и это действительно работает. Но у этого есть один большой минус. Нам надо быть на месте. Нам их надо зажечь поздно вечером. Вот когда я здесь укрывала, да, и пару дней ночевала, ну, мне не хочется из тёплого дома выходить на улицу, в принципе, вечером. Понятно, что когда нужно, то нужно, да, но всё равно не самое приятное действие. Кроме того, у многих у нас участки дачные, куда мы приезжаем исключительно на выходные. Соответственно, свечи, ну, вариант классный и рабочий. И даже тонкое укрытие со свечками, оно будет работать, но, опять же, надо помнить о пожарной безопасности раз, ну, и надо быть на месте. Греющий кабель. Тоже замечательная, классная вещь, которая работает и которая может работать без вашего присутствия. Те, кто разбирается в электрике, ну, те, кто знает, как это сделать, там есть тёмные розетки, ну, куча-куча всяких есть сейчас приспособ, которые могут облегчить нам жизнь и сделать это автоматически. Но это работает на малых объёмах. Не, можно и на больших, но я не представляю, как на большой это сделать. Ну, это просто очень дорого будет. И понимаете, какое там потребление электроэнергии и всего-всего остального. То есть греть участок в 35 соток, это уже будет золотой виноград. Хотя метод рабочий, вот для маленьких участков, особенно если мы там присутствуем редко, то, конечно, метод замечательный. Дальше кто-то, например, просто вообще на участке разжигает костры, да, ничего не укрывает. Опять же, метод хороший, когда мы на месте, когда мы можем себе позволить на большой минус, что мы ночью не спим. А с другой стороны, если мы, к примеру, у нас есть свободное время, но вот мы приехали сегодня вечером, и понимаем, что ночью будет заморозок, и мы уже не успеваем ничего объёмно укрыть, да, может, у нас и укрытий нету. А то вот костры, это тоже хороший вариант, когда можно свой виноградник спасти, не только виноградник и сад, но, опять же, помним про пожарную безопасность. Это тоже надо учитывать. Ну, и лично вот мне в этом сезоне прям очень понравился классный рабочий метод, это вода. Её эффективность я вам показала достаточно тонкое укрытие, я вам показала сравнение, там, где вода стояла, там всё хорошо, там, где воды не было, там не очень. Методом этим пользуются достаточно часто, пользуются тепличники. Уже второй сезон я рассказываю, что есть такой чёрный рукав лежебока, он называется, он же называется, как-то, по-моему, теплоаккумулятор. Суть такова. Рукав из чёрной плёнки 20 см в диаметре, там есть клапана, не есть просто, завязываются варианты, ну, на любой, скажем так, вкус и кошелёк. Туда заливается вода, опять же, чёрный цвет притягивает теплом, рукав этот нагревается, потом тепло отдаёт. Соответственно, даже небольшое объёмное укрытие с использованием такого рукава даст хороший результат, но, единственное, опять же, рукав – это деньги. И если мы его закладываем, то надо понимать, чтобы там у нас ничем он не прокололся, не пробился. Ну, любые ёмкости с водой, открытые, закрытые, бутыли, бутылки, всё, что есть, вот, кто покупает, например, питьевую воду, там, в 5-литровых, в 10-литровых, можно где-то вот, где пиво разливают, пивные киги, эти коричневые по 20 литров достать, заливается туда вода, любая, не надо её греть, вы её залили, положили, особенно если ещё у нас есть, например, день в запасе, да, она будет нагреваться на солнышке под укрытием, и потом ночью отдавать тепло. То есть вот это реально работает, и мне такой метод очень понравился, потому что мы можем это сделать и уехать там недели на две, да, и у нас всё будет хорошо. Ну, конечно, метод защиты виноградника от заморозков, морозов, мы выбираем индивидуально, исходя из наших возможностей, да, временных, материальных, ну, исходя из нашего участка, что я вам на наглядном примере показала, что на разных участках может быть по-разному. Как я уже сказала, у нас всё уцелело и на том участке, и на этом, то, что вы увидели смёрзшее здесь через вот три участка, да, участок моих родителей, там тоже сидит виноград, который был плохо укрыт, и плохо укрыт он был потому, что у меня уже не хватило ни сил, ни времени, ни укрытого материала, поэтому там как укрыли, так укрыли, да, с бомбоном, вот там была моя ошибка, я его слишком высоко поняла, торцы уже было закрыть нечем, ведра все я использовала под другие лозы, поэтому там получилось так, как получилось. Ну, как раз-таки будем на этих примерах смотреть, как кусты будут восстанавливаться, всё остальное, защита сработала хорошо, но, опять же, на будущее мы понимаем, что вот в последнее время морозы стали приходить позже, лоза уже пробуждается, снимать её на землю, ну, это просто нереально, кстати. Читала один человек, рассказывала, что он как-то хитро делает проволоку, вот эту первую, на которую мы подвязываем плодовые стрелки, и потом, если надо, её опускает. Опять же, метод классный и рабочий, но он работает, когда нет промежуточных столбов, то есть на достаточно коротких шпалерах, почему нет, быстро опустили, объёмно чего-то накидали, накидали, и метод хороший. Когда много, когда длинно, когда у нас там шпалер по 20-25 метров, когда промежуточные столбы, когда они нагружены, и большой вес, то просто нереально. Но на малых объёмах почему нет? То есть, опять же, мы смотрим под условия, под объёмы, смотрим то, что нам удобно. И о многих вещах по защите есть смысл задумываться вот сейчас. Опять же, проанализировать свой участок, проанализировать, что у вас сработало, не сработало, подобрать какие-то для вас наиболее интересные методы, чтобы в следующем сезоне, мы, конечно, надеемся, что у нас наступят какие-то нормальные сезоны, но как-то они не наступают, так вот, чтобы в следующем сезоне быть во всеоружии. Мы для себя принимаем решение, что мы будем поднимать лозы рано, подвязывать их рано, когда их, опять же, подвязать можно быстро, ничего не обламывая, а потом будем делать вот какие-то такие объёмные укрытия, дарнит, по быстроте развертывания, по простой себе себя хорошо зарекомендовал, ну, если где-то там при касании будет какой-то побег умерзать, опять же, на наши объёмы мы готовы этим пожертвовать. Мы это прекрасно понимаем. То есть будем что-то вот такое делать, оставлять там, насколько надо на неделю, на две, на три, ну, чтобы не бегать и не делать всё в попыхах, что в попыхах это, ну, достаточно тяжело. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Нажав на кнопку ещё ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!